Вот Риш, это первозданная природа. Возвращение к самому себе. Жизнь здесь же не только хорошая радость, а здесь бывает очень больно. У меня муж приехал и сказал, я нашел этот рай, поехали. Каждый человек в лесу ему вредит. Охренеть! Справа горит! Справа горит! Был демоническое зрелище. Как будто лаву с неба вылили, пожар распространялся и растекался. Это четко был абсолютно подзор, потому что это было на территории заповедника. Возможно, стоит просто обнести все колючей проволокой и никого сюда не пускать. Складывается такая ситуация, что этого места, а у людей больше нет. Когда я сюда приехал, мне говорили, что здесь адаптироваться надо 9 дней, а через 6 дней меняется сознание. Я как к этому сначала не поверил, но так оно и есть. Здесь вот было самое старое, типа, здесь и Маша Макарова пуссовала, ну, в общем-то, и штатный был по бою, без показаний. Чего начинался у Триш? 30, может быть, даже 40 лет назад люди, которые покоряли вершины Кавказа. Альпинисты, спелеологи. После каких-то сложных переходов, сложных экспедиций им хотелось где-то отдохнуть. И они вываливались через Абрау-Дюрсо. На Утриш и несколько дней они здесь отсыпались. И когда они просыпались, они выходили на берег в любое время дня и ночи. Утро тогда, когда я проснулся. Они кричали «Доброе утро! Доброе утро, мир!» В любое время дня и ночи, если ты идешь по Утришу, тебя приветствуют «Доброе утро!» Раньше, когда здесь было во много раз меньше людей, мы могли устроить небольшой на берегу костерок и сидеть, и трепаться абсолютно о чем угодно. Начиная с поэзии Серебряного века и заканчивая биологическими проблемами, проницаемостью мембра. Утриш – это было место, куда мог прийти самый обычный человек, и ему не нужно было ни платить, ни у кого не спрашивать разрешения. Он мог просто прийти сюда и быть принятым такими же людьми, как и он сам. Люди приходили именно сюда в трудные какие-то периоды в своей жизни и находили здесь поддержку, утешение. Очень маленькие стояночки, очень все это было аккуратно и компактно. Почти все косты жглись на берегу. Здесь были невероятно интересные игры. Утриш – это уникальное место. Таких, наверное, планет всего два. Одно у нас вот здесь и в Краснодарском крае, а второе – в Канаде. Они уникальны не тем, что здесь очень много краснокнижных животных, растений, гадов морских. Здесь нету цивилизации. Ничего, что человек смог благоустроить. Когда человек какое-то достаточно долгое время живет в дикой природе, в один момент наступает, это можно назвать, трансформацией. Когда вдруг человек начинает ощущать себя частью этого мира. Я здесь уже как восемь лет, сюда приезжаю каждое лето. Это мое родное место, можно сказать так. Здесь ребенок всегда знает, чем заняться можно. Дети-то не боятся ничего. Ее завлекают все букашки, таракашки. Это интересно смотреть на жизнь. Десять, двенадцать, четырнадцать лет. Каждый день становится открытым. Мальчишки сделали выгодку, такой буквой П, из камушков, что ветром не сильно задумывало. И специально отправились начинывать на берегу смотреть на звенки. Ну, это же великолепно было. Здесь был такой казак. Он сказал, что собираются что-то строить на лапеши здесь, на лагунах. Там собирались строить резиденцию для тогдашнего президента Медведева. А дорогу строила там одна компания, Благпромстрой, по заказу фонда ДАР. Мы именно делали блокаду. Смогли ее сделать, потому что это было незаконно. Люди остановили эту дорогу, остановили живую изгородью. Происходит движение техники в рамках строительства дороги. Ну, конечно, первое эковласты, и уже движение «Спасем утришь» мы тут вот за это поднимали 28 городов одновременно. Руки прочь от утриша! Руки прочь от утриша! Руки прочь от утриша! Утриш встал на слуху. Начали писать газеты, пресса. Это тюремная пижама с веревкой на шее. Это веревка в виде закольцованной, асфальтированной четырехполосной трассы. Ведущих правительственной дачи. В самом сердце утриша на третьей лагуне. Наконец-таки милиция, находящаяся здесь, признала, что работы ведутся незаконные. Потом сделали заповедник здесь. Людям отсекли возможность пребывать на первой и четвертой лагунах, оставили две лагуны. И так, как уже все знали про Утриш, хлынул поток людей. Местные решили, конечно, сделать на этом деле денежку. Запустили лодку. И в каждую лодку вмещалось 14, а то и больше человек. Здесь просто стало неконтролируемое вытаптывание территории. Большинство людей потребительские относятся ко всему в этой жизни, к лесу в том числе. Они приходят сюда, сбегая от всего негативного из города. И при этом несут с собой комфорт целые громадные кучи слама. Телевизор прям тут расставить. Астралист колючим, видите ли, мешает повыдергивать. Умудрить попилить здесь деревья, распределять от несчастного можжевельника из духовушки. Вся стоянка была засыпана бетым стуклом. Четыре больших мешка были собраны. Лагуны для глентинга очень привлекательное место. Формально глентинги и заповедники можно строить. Это высокодоходное дело. При том руководстве глентинги для них было чуть ли не самое главное в заповеднике. Для улучшения работы заповедников, создание на их базе центров духовного единения с природой. В Анапе борются с крупным пожаром, который бушует в уникальном природном заповеднике Утриш. Пожар между малым и большим Утришом начался 24 августа и не утихал три дня. Бежал кто-то из ребят с лоплем о том, чтобы самолез на верху подожгли. Пахло пеплом, гарью, горячим можжевелом. Часов через девять только был обнаружен пожар. Вертолет прилетел, сделал три захода, собрался и улетел. И фактически авиация подключилась только на второй день. Тянем сюда цепочку, там горит. Те знают точно, что больше пятиста человек неустанно передавали воду от моря на гору. Квинтэссенцией всего было, когда начали уходить в небо можжевелы. Они просто вспыхивали свечками, так фух, и он ушел в небо. Палатки были уже в пепле. Мы понимали, что стихия идет на нас. Мы понимали, насколько мы бессильны. У нас как будто сгорала наша кожа. За три дня заповедник Утриш потерял более 126 гектаров лесок. Основная версия, которая рассматривается сейчас правоохранителями – неосторожное обращение с огнем. Вот там нашли место, где горелка газовая разорвалась. Скорее всего, сейчас уточняю средства, она бы послужила причиной пожара, либо нет. Ну, явно человек. Явно человек. А по-другому, как может возникнуть пожар? Мы с вами взрослые люди. Если грозы не было, молнии не было, ничего не было, и вдруг лес сам по себе загорелся. Такого не бывает. Есть огромное количество и фото, и видеосхемы, где показывают, где возникли очаги пожара. Мы видели, что какие-то участки не были выгоревшие, а за ним были выгоревшие. И туда как бы с первого очага не мог дойти. Вдоль тропы выжжен маленький кусочек. Интересно, как оно загорело, учитывая то, что линия огня проходит метров в 50 отсюда, через густой лес. Это был сознательный поджог, и даже понятно зачем. Есть некие силы, которые хотели, чтобы утрижские лагуны освободились от людей. Я здесь вправе принять то решение, которое необходимо будет для сохранения этого треша, как минимум потомкам, которые будут через 100, 200, 500 лет. Жесткий запрет на посещение людьми, туристами, экотуристами, в целом отдыхающими. В данный момент лесу нужно действительно отдохнуть. Возможно, стоит просто обнести все колючей проволокой и никого сюда не пускать, если бы это было возможно. Фактически, если тут не останется ни одного наблюдателя, то тут могут начать застройку. Ровно в ту осень, когда из этого леса уедет последний человек, следующей весной я уверен, что уже здесь что-то будет построено. Мы можем посмотреть на первую лагуну и убедиться, что им вообще немного надо для того, чтобы что-то здесь построить. Утришь это место, где ты чувствуешь, что ты настоящий и ты живой. Вот эту простую науку, как жить в дикой природе, ее обязательно нужно давать людям. Как не навредить ни себе, ни природе, пребывая в этом мире? И поэтому в этом месте, мне кажется, можно начать эту просветительскую деятельность. Вчера, сегодня, завтра, 5 лет назад, 15 лет после. Утришь, как место, должно быть доступно для людей. Утришь без людей. Я, к сожалению, не вижу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok